Привет, друзья! Ремонт подписчикам это особенно приятное занятие, потому что люди нас смотрят, люди в нас верят в каком-то смысле слова, поэтому это всегда здорово. Сегодня у нас воистину особенно ремонт для подписчика, потому что приехал ноутбук из Ёшкин кот очень далека. А если быть точным, прислал нам мужчина по имени Николай, не мужчина, парень точно не знаю, из Якутии, город Нерингри. Очень красивое название, нужно будет посчитать немножко информации про этот город, мне нравится. Нерингри, как тебе Антон? Ну это там холодно в общем. Ты же сам откуда из Воркуты? Я из Воркуты, Республика Коми. В общем там холодно, но я думаю более чем красиво. Там очень красиво. Вот в такой коробке написано на ремонт Герасиму Данилу, это я, значит все верно. Давай же не будем затягивать. Вот мы вскроем посылочку, посмотрим, а параллельно я тебе зачитаю, что человек пишет. Вернее параллельно, если ты не зачитаешь, давай лучше зачитаю, что он пишет. Так, ага. Значит пишет нам Николай. Привет Даня, отправляю тебе ноутбук HP Pavilion DV6-3103ER в ремонт. История вкратце такова, покупал данный аппарат в 2010 году за накопленные кровные студенческие 30К. Ноут летал и в играх и в графических программах. В 2017 году ноут стал греться до 90 градусов отключаться, а потом и вовсе перестал включаться. В сервисе приговорили Южный Морд, что в принципе вполне логично для этих ноутбуков. Но так как заменить его не смогли, просто как я понял прогрели материнку, ноут заработал абы как. Но для работы хватало. В начале 2019 года история повторилась. Ноутбук перестал включаться, то есть при включении слышно, что крутится вентиль охлаждения, подсвеченный индикатор, но изображения нет. И мигает индикатор Caps Lock. Обойдя немногочисленные сервисные центры в Нерингри, никто за работу не стал браться, ссылаясь на то, что нужно перепаивать Южный Мост. Это тонкая работа и опыта такого никого нет. Поэтому вся надежда только на вас. Если получат реанимер пациента, есть пожелание установить SSD на 250 гигабайт слот привода и вкатить на него в винду, а также подкинуть оперативы до 8 гигабайт. Телефончик. У нас разница в 6 часов. Плюс 6 часов по сравнению с Москвой. Давайте же посмотрим, наконец-таки, как выглядит этот аппарат и что он себя представляет. Моделька, конечно, ДВ-6, третья серия, трехтысячная. Это у них действительно печали с мостами были, здесь и с видюхами были по статистике ремонта у них. Но, в принципе, все это подъемное, все это ремонтируется. Как бы нам это аккуратненько, Антох, достать? Потому что вот так и ножницами вот я думаю, тут-то, наверное, для чего-то это я делаю. Это я делаю. Это я не с того конца, не с того конца делаю. А вот теперь с того. О! 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 Смотри, какая красота! Даже зарядочку оригинальную нам прислали в комплекте. Письма тут нету. А записочки какой-нибудь со смайликом или с презентами. Батарейка отдельно, на что большой респект. Ну и сам. Слушай, ну упакована она, конечно, с учетом шла очень издалека. Ну, я тебе скажу, да. В качестве демпнера у нас... Бумага помятка. Листы бумажные. Вот. Это такое себе. Отчаянные. Абсолютно. Давай посмотрим на его состояние. Слушай, ну... Ну, зато упакована. Внешняя крышечка очень даже аккуратненькая. Живые петелечки вроде бы. Да и сам по себе достаточно аккуратный аппарат. Нас не обманули. Это действительно DW6 3101ER. Давайте посмотрим, как он себя ведет. Там на наших глазах. У нас сейчас уже... 6... пол... пол седьмого вечера. Поэтому... Да, пол седьмого вечера. Поэтому у нас будет с тобой диагноз достаточно такая оперативная. Ремонтировать мы его уже будем, скорее всего, завтра. Просто сегодня посмотрим, как он себя ведет. Сделаем тестовую диагностику. Вот. И... Включаем нашу мощную, заведомо оригинальную зарядочку. Без блока питания. И давай смотреть, Антоха. Что он нам покажет? Ага, вот. Завелся коса. Кстати, не удивлюсь, если он сейчас включится, если у него проблемы с мостом. Такое может быть. Ваша техника полежит и очнется. Судя по всему, это не наш случай. У нас мигает капслок. Индикатор кнопки включения загорелся. Индикатор Wi-Fi. Картиночка не идет. Индикатор подключенной зарядки. И, собственно говоря, все. Никаких признаков жизни. Ноутбучки не подают. Крутятся вентиля. И черный экранчик. Да, все симптомчики налицо. Выключаем. Слушай, подкинем еще, знаешь, для красоты посткартов. Всегда было интересно, что нам задают в таких случаях. Посмотрим. Оперативщики у нас две планки ильпиды по 2 ГБ. Наверняка частотой 1333. Я сомневаюсь, что в 2010 году большую частоту сюда вставляли. И вообще, что он поддерживает ее. Все-таки, как ни крути старичок. Первое, что хочу сделать, Антон, это просто, на самом деле, для наглядности. Обычно, когда сами тут молча делаем диагностику, не всегда такое делаем. Но, просто посмотрим. Все-таки ноутбуку, как ни крутили, 10 лет уже. Поэтому, первым делом проверяем на круги батарейки биоса. Все ли у нас нормально с батарейкой? Да, у нас выше 3 вольт. Более чем достаточно. Батарейка биоса жива. Мы за это уже спокойны. Подкидываем посткарточку от господина Вертьянова. И посмотрим, какие она посткоды нам покажет. Будут ли какие-то намеки сразу же при помощи посткарты. Не, у нас нули. Нули, Антоха. Это что значит? Ну, это значит мы мертвы в каком-то смысле. Но все равно должны бежать, кстати. Сейчас немножко покопаюсь и еще раз убедимся с тобой. Не порадую я посткодами вас, друзья. К сожалению, карточка Вертьянова с этим старичком отказалась адекватно работать. Бывает такое. Несмотря на то, что она Компал поддерживает. И ЧП это Компал. Она, видимо, все-таки под более современными машинками. Поэтому ничего удивительного здесь у нас нету. Поэтому разбираем. Смотрим, заглядываем внутрь. Делаем какую-нибудь банальную диагностику. Посмотрим. Вообще, такие аппаратики, смотри. Видишь, кто-то до нас уже ковырял, разбирал. Тут треснуто все. Не очень качественно скручно. То есть, там уже были внутри. Что-то крутили. Ну, поскольку Николай, да, написал, что уже ноутбук прогревали. Соответственно, его уже крутили до нас. И там будут явные следы прогрева. Мы все это с вами увидим максимально оперативно. Здесь у нас явно прокручивается. Да. Ничего с этим не поделаешь. Петелечки, петелечки, петелечки. Поднимаем клавиатурку. Смотрим, что у нас. О, глянь, тут вообще не вкручено, что ли. Да не, все нормально, все нормально. Это я уже все выкрутил. Все четко. Соответственно, у нас все-таки петелечки себя чувствуют не очень, как ни крути. Одна вот эта вот. Красота. Ага, вот смотри. Видишь, как втулочка рассыпается. И петли тоже все рассыпаны. Ох, беда бедой. Во, какие надо делать. Смотри, вот тут-то нормально сделали полную металлическую. А тут зачем обычную втулку пластиковую сделали? Там просто совершенно можно было. Эх, поленились. Что под колхозить? Поленились немножко сделать красоту. Поэтому у нас это, естественно, все разлетелось при первом же шансе. Заберем шуб на место. И в нашем узор открывается материнская плата. Тоже вырваны втулки у петли. А тут живое все. Нет, тут тоже все прокручивается. Только одна живое. Да, петелечки не выжили. Не выжили спустя столько времени, что, в принципе, неудивительно. Откидываем все шлейфики, которые нам абсолютно никак в нашей работе не помогут. Ох, бедняжка. Бедняжечка. Какая красота. Все очень симпатично. Так. Слушай, прям даже не видно следов. А нет, видно. Грели. Ладно, посмотрим. Сейчас, Антох, включусь буквально через минуточку. Антох, что я тебе могу сказать? Наш Северный мост. Наш Южный мост. Наша Родионовская видеокарточка. Вот эта вся красота. И вот наш... Самое, что интересно, тут стоит 2001 Северный мост. Не знаю, видно тебя тут, не видно. Конечно, тебе название будет видно. И самое, что интересно, Антох. Его не грели. Север не трогали. Вот хоть и... То есть, либо у нас... А вот Юг. Юг как раз таки и грели. Которые говорили, что вышел из строя. Но самое страшное, что 2001 мост это один из самых, наверное, ненадежных северных мостов за всю историю ноутбуков. А его не трогали. Поэтому... Я сейчас, наверное, просто в качестве профилактики сначала на севере немножко дуну. Вот. На 2001. Попробуем, очнется он или нет. Тут, на самом деле, связка просто страшная. Все AMD. AMD Юг, AMD Север, AMD видеокарта, AMD Proz. Целесообразность в остальных такого ноутбука она на грани фола. Безусловно, находится. Поэтому... Тут, скорее, советовать ни в коем случае не делал. Потому что тут все друг за другом начинает умирать. Север, юг, видеокарта. Все страшные температуры. Нам нужно разобраться. Вот. И понять, что с этим аппаратом делать. Потому что человек, он дорог. За 30 тысяч, что-то в 2010 году покупал. А сейчас, в качестве диагностики, просто немножко дунем. И дунем на север. Потому что, хоть сказали, что это. Мне кажется, север сдох. Да, я немножко, Антоха. 2001. Север. Поджариваю. По ощущениям? Да, примерно. Просто, примерно. Никаких датчиков. Немножко дать ему. Покурить. Остынуть. И сейчас просто на запуск подкинем. То есть, просто поймем. Дело там в севере, в юге. Или еще в чем-то. Для начала севера. Потому что, 2001 по статистике, это просто ужас. Это просто живой мертвец, если он живой. Но благо, это все реагирует на прогрев. Достаточно удачно. То есть, можно в качестве диагностики это все прекрасно посмотреть. Чусь. Покурить. Только что мне подсказали, что 13 дней, оказывается, с Якутии посылка шла. Вот. Ну что же, посмотрим. Ладно, подключали. Очень удобно. Учпишки есть кнопочка включения. Мне прям не надо подсобирать ничего. Есть контакт. Ну, стопроцентное попадание, Антох. В данную секунду дело, ну, как минимум, не только, возможно, в юге, но скорее в севере. 2007 северный мост. Вот, кстати. Можно посмотреть, что он из себя представляет. Это красотища. Северный мост. Розничество на 2290 рублей. О! Мой! Гад! Плюс доставка. Как дорого! Как же все-таки дорого найти из старичков эти мосты стоят. Кошмар! Кстати, это рабочий аппарат. Все. Можно собрать и отдать. Сказать, что отремонтировали. Взять 10 тысяч рублей. Вот. И закрыться сразу же. Вот. Это идеальное преступление будет. А тут, поскольку Антох уже поздно. Безусловно, мы сейчас ничего с ним делать не будем. Тут нужно переспать с какой мыслью. Подумать, стоит ли вообще такие аппараты делать. Потому что, когда мы говорим про ноутбуки десятилетней давности, нужно прекрасно понимать, что такие ноутбуки, даже в полностью рабочем состоянии, скажем, на авито, я бы не рассматривал дороже 5-6 тысяч рублей. Вот, серьезно. То есть, если вы видите, на вид такой аппарат дороже 5-6 тысяч рублей. Он не стоит даже в очень хорошем состоянии. Кто-то может что-то продавать на четырехъядерных Феномов. Наверное, у нас тут, кстати, тоже Феномчик стоит. Я не посмотрел какой. Минимум трехъядерный. Скажем, трехъядерный КОМ. Там под десятку вот туда продает. Тянет танки даже на минимальных настроях. Но, к сожалению, основа у него безумно ненадежная. И в данном случае там, что я сразу заметил. У нас следы флюса на Южном масте. Следы флюса на видеопамяти. Следы флюса на видеокарте. Почему-то Северный мост ребята трогать не стали. Хотя 2001 моста он самый под подозрение ложится. Вот. Диагностика в каком-то смысле сделана. А тут, чтобы мы нормально жили, это замена 2001 северного моста. Но! Учитывая вообще всю надежность этой сборки, Антон. Пожалуй, человеку нужно предложить что-то другое, наверное. Несмотря на то, что ноутбук сейчас включился и может работать. Надо, наверное, предлагать ему основу на Интеле. Такие ноутбуки на Интеле тоже шли. Нужно искать материнку, которая недорого обойдется именно на интеловской основе. Тогда это будет максимально, мне кажется, целесообразно. По 20 петельки плевое дело. Поставить нормальную живую рабочую материнку тоже плевое дело. АНДшную основу обратно отправлять в Якутию, чтобы у человека она опять от перегрева через какое-то время вышла из строя, мне уж больно не хочется. Поэтому на сегодня мы закончим это так. Просто с мыслью о том, что у нас все включается и дело в 2001 северном мосту. А завтра уже подумаем, что можно придумать более по делу и по факту. Как-то так, видишь, оживление мертвеца за секундочку. Но это типичные болячки. Это любой более-менее мастер, который с таким ноутбуком сталкивался, знает даже просто по виду этого ноутбука. Его даже можно в каком-то смысле не раскручивать и сказать, его стоит, его ремонтировать не стоит. Но для наглядности, для понятия ситуации, потому что бывают разные. Бывают даже вот такие вот старенькие аппараты, казалось бы тоже с такими же симптомами, но дело абсолютно в другом. Их тогда и смысл имеет. В данном случае все по классике. До завтра, друзья! А мы продолжаем. Все поприветствуйте самого титулованного мастера с Еруси. Это Санечек. Санечек отдохнул. Довольно. Отдохнул немножко. Так, а мы возвращаемся, Саня. У нас эта посылка подписчика приехала. Вот, диагностику мы уже сделали. Тут все, в принципе, понятно. Просто интересно, чтобы на контрасте. Одно дело я болтаю, другое дело ты, мастер с 20-летним стажем. Тоже можно сказать, тем более ноутбук, как раз, это ты таких аппаратов, наверное, миллион. Перебрал ты у нас ДВ-6, если быть точной, ДВ-6 трехтысячной серии. Вот. И по классике. Это 2001 у нас север. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Тут другое железное. Все, нет. Это уже материнская плата, которую мы будем делать. Так, я просто сейчас сниму эту всю красоту, чтобы мы посмотрели, и ты сказал свое веское слово. Вот. Петелька у нас, кстати, тоже тут развалена. Потому что вещь заводится уже. Человек носил, ему жарили юг. Вот. Жарили юг. Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Ну, неважно, его жарили. Жарили видеопамять, жарили ведло, судя по всему. Север при этом не трогали 2001. Можете себе представить, да? Это ужасно. Это ужасно. Все. Ну, что есть, то есть. Соответственно, да, помоги мне, пожалуйста. Нужно вот это завладить. Вот эту вот штучечку мы убираем. Так, и один шурупик, подожди. Шурупик, шурупик, шурупик. Да, под эту штуку. Вот. Естественно, что мы первым делом сделали? Мы дунули на север, что логично, учитывая статистику этих вещей, это все завелось. То есть, что не удивительно. Становится вопрос. Смотри, Сашка. А как ты понял, что юг паяли? Его не паяли. На него дули. Он весь во флюсе был, естественно. Просто грели. У нас флюс на видеочипах самого Родиончика. Север не тронутый был. Становится вопрос. Естественно, человек хочет отремонтировать. Как ты считаешь, есть ли нам смысл заказывать, скажем, север, который уже новый нигде не найдешь, естественно. То есть, это будет в лучшем случае какой-то. Да не найдешь. Не найдешь. Что ты скажешь в двух словах? И ты, грубо говоря, учитывая, что у нас все в круг Родионовская. Юг, Север, Ведло. Не важно. Родион, не Родион. Ну, назначение этого аппарата уже на сегодняшний день не то. Калькулятор его используют. Печатная машинка. Печатная машинка. Ну, я так скажу. Ты вот, грубо говоря, если бы была возможность заменить на Материночку чуть более надежного сегмента. Вот в этом и стоит вопрос. Что если только предложить что-то более рентабельное. В отличие от того, что сейчас есть. В общем, собственно, как я рассуждаю. Безусловно, поскольку эта мать прореагировала. То есть, по факту, меняем север и она должна поработать. Сколько она поработать, никому не известно. То есть, что дальше будет с той же видеокартой, учитывая то, что тут уже все гретое, все во флюсе, не известно. Отослать в другой город такую материнскую плату даже после нашего ремонта. Спокойно ты спать не будешь. Ну, трогать память это минус. Абсолютно. Я про это и говорю. То есть, у нас плата перекрученная, перепаленная в этом отношении. И не хочется. Отослать человеку и надеяться, что у него все это будет еще с какое-то время жить, тоже не хочется. Было решено, Сашка, вот в этой всей ситуации. Я считаю, достаточно логично. Ничего тут не менять, не трогать. Мы эти все моменты обсудили. И вот, что ты можешь сказать. Несмотря на то, что китаец, конечно, это позиционирует как новая материнская плата. Наверное, всем понимаем, что нового тут уже ничего нет. Но это, по крайней мере, куда более интересная основа. У нас уже идет на первом поколении Intel Core процессоров. То есть, мы спокойно сюда можем Pentium вставлять. i3, i5 процессор без проблем, что мы сегодня, в принципе, и сделаем. Ведь, окажется, у нас, по-моему, 54-70, но уже с хабом идет более-менее современным. То есть, гораздо более... Если вот сравнить две эти вот с точки зрения компоновки, что ты про них можешь сказать? То есть, какая... В чем эта, скажем, плата будет лучше, надежнее, чем вон та? Ну, она уже была позже. Сам все просто более современная. Да, уже более современнее было. И по статистике ремонтов, вот эти хабы, если сравнить связку с 2001-200 и северою... Ну, если сравнивать эти, по статистике этих тоже, как бы юг, их не было. Только север был? Славился север. А эта платформа, ну, была... Славилась только выходом из серии Родиончика. Более надежно. Более надежно, безусловно. Поэтому было решено, что мы сделаем, грубо говоря, замену мотоцикла целиком, потому что будет хочется оживить человеку. Поставим процессор, еще не решено было, какой Кура-3, Кура-5 и затестировано, что это все дело способно. Так что так... По статистике у нее переход в режим ОМА возможен. То есть, вообще идеальный вариант для нас. Ладно, все отлично, погнали. Просто все... Все рассыпано. Это вот так-то должно здесь. Ладно, потом это подпаяем, тоже посадим. Быстренько! Что мы сейчас сделаем? Понятное дело, что мы меняем материнскую плату. Просто очень тоже хочется продастерировать. Сталинку 5470, это i5-й первого поколения, 480. Мы их сейчас ставим человеку. Я уже решил, если он доведется. У нас есть 430-й. И вот, да, i5-й 480. Мы его берем, и он будет сердцем этого аппарата. Как обычно, у нас все улетит из рук. Это уже у нас фирменный стиль. Пишут в комментариях. Но мы делаем все четко. i5-й есть. Что хотел быстренько показать. У нас классика жанра HP. Петли улетают куда попало. Что мы делаем? Как самый максимально простой способ их обратно посадить? Так, берем. Раз, два. Втулочку нашу. Горячий паяльничек. Втулку садим на место. Немножко мы ее припаиваем туда, утапливаем. Паяльничком. Все, она села туда. Раз, этого пока достаточно. Сразу давай вторую тоже сделаем. Вот, вторая тут тоже себя чувствует так себе. Более того, тут вообще сейчас ее вылобано, что не очень хорошо. Мы также аккуратненько сейчас притопим. Можно чуть-чуть поглубже. Пойдет. Так, теперь. Берем. Космо. Фен. Способы могут быть разные. Допустим, сегодня мы вам покажем этот. И аккуратненько закрепляем по периметру. Что говоришь, Сань? Приклеиваем руки. Приклеиваем руки. Да. Вот так вот. По периметру своего втулка. То есть она немножко впаяна. Мы ее еще закрепили Космофеном. И ту, и другую. Вот, с двух сторон. Допустим. И для, скажем, спокойствия и красоты, как бы это колхозно не выглядело, но можно немножко сделать вот так. Сонно? Да. Зачем? Да. Она безумно быстро соступает связь с клеем. И это все намертво камнем становится. Она вот чуть-чуть. Все, оставляем так. Буквально потом можно будет продуть. И по конкуренту все спокойно можно вкручивать. Как по практике держится намертво. Да. И там тоже надо. Я сейчас проклею получше. Всякие вот эти тоже втулочки проклею. После чего соберу уже снова материнская плата. Надеюсь, все у нас запустится в новом процессоре. Чуть более свеженькая получится у нас основа. Не АМДшная. И потестируем. На. Промежуточный результат. Все. Все четко вкручено. Тут под восстановлением. Тут под восстановлением. Тут теперь тоже шурупик закручен. Слава Богу. Теперь смотри. Помнишь? То же самое сделали. Вот у нас было вырвано. То же самое. Одну впаяли. Тоже все сделали космофеном и немножко соды. И теперь, поскольку у нас все-таки выше шуруп. Видишь? Чтобы не проминалось, когда мы будем закручивать это с этой стороны. У нас идет вокруг самого шурупа холодной сваркой. Сейчас обложим его. Дадим ему тоже затвердеть. И будет намертво. И когда он будет затвердевать, мы его просто аккуратненько обратно выкрутим шуруп. Чтобы осталось у нас идеально ровное. Но чтобы по высоте оно упиралось. И тулочка нигде ни в чем не провисала. Это тоже один из способов восстановить вот эту петельку. Чтобы все было нормально. И будет достаточно аккуратно. Нулбучик мы полностью не скрутили. Но закончить финалочку в принципе можно. Иди сюда. Покажу, расскажу в двух словах. В итоге. Что мы имеем у нас под капотом нашего ДВ6 3000 серии. I5 M430. 227 ГГц. Плюс еще турбо у него небольшая. 4 ГБ одной оперативной памяти. Работает. Две планочки. Плюс, безусловно, SSD. ВД игры на 240 ГБ. И в этой связке, слушай, I5 SSD. Четыре оперативочки. В принципе у нас аппарат летает. Начнем знаешь с чего? Начнем с того, что замерим скорость теперь нашей SSD. Посмотрим, как она себя чувствует в этом ноутбуке. Пока мы ее замеряем символически. Я покажу, что у нас было. У нас было вот это. Материнская плата с двухядерным феномом N620. Это было два ядра. Сейчас у нас уже, соответственно, как ни крути. Кстати, интересные скорости. Смотри на SSD. Неужели тут SATA 2? Вполне может быть. Вполне может быть. То есть, на полную производительность SSD мы здесь не получаем до 300. Получается у нас, надо же. Мегабайт, секундочку. Вот это да. Слушай, оказывается в DV6-3000 я там SATA 3 еще не шла. Ты представь. SATA 2 получается. Мелочи обидно, конечно. SSD на полную катушку работать не будет, но тем не менее. Я, честно говоря, надеялся, что SATA 3. Но, да бог с ним. Сейчас подождем. Да, 213. То есть, у нас SATA 2 присутствует. Учитывайте то, что ставя SSD в такой ноутбук, полную производительность SSD мы не получаем. Но это не критично. В любом случае, очень шустро он работает с ней. Так, о чем я говорил. У нас двухъядерный был Phenom. Теперь у нас стал четырехпоточный i5. И просто я для наглядности зашел в производительность. У нас, смотри, ну чуть ли не в два раза превосходит i5 430 M620. То есть, по факту это получился своего рода апгрейд. Ну, естественно, мы эту плату не ремонтировали, поэтому мы это ремонтом не назовешь. Это просто апгрейд данного ноутбука. Вставили заведомо более надежную материнскую плату с более мощным процессором. Поэтому назовем это апгрейдом данного аппарата. У нас процессор, который в два раза мощнее предыдущего процессора. Единственное, что интересно, здесь шла видеокарточка 5650, здесь 5470 и 5650. По факту мощнее 5470 видеокарта, но она не отличалась надежностью. По этой же причине мы ее тоже не рассматриваем в данной комплектации. Чтобы ноутбук у нас был, в принципе, надежный. Все стоит, все настроено, все летает. Как бы нам его протестировать для того, насколько актуально в наше время. Потому что ноутбуку по факту 10 лет. i5 первого поколения, это десятилетней давности процессор. Основные задачи, что у нас в современной России делают люди. Заходят на YouTube и смотрят FullHD видосики. Правильно? Кто-то смотрит, конечно, в 720p. Кто-то смотрит в 480p. Кто-то в 4k смотрит. Так, вот, допустим, у нас есть... Нет, давай зайдем на наш канал, друзья, и посмотрим. Кстати, это чудеса. Но за пару дней у нас еще, вон, уже 41 100 подписчиков. Красота! Ой, 44 100 подписчиков. Заходим в наше последнее видео. И давай сразу посмотрим... 2k почему-то по умолчанию. Нет, на FullHD. Тянет ли у нас эта сборочка FullHD. По умолчанию 4k поставим. Переходим. Смотрим. Идеально. Идеально. Давай попробуем... Вернее, что идеально? Нам же нужно посмотреть, насколько нагружается опрос в это все дело. Заходим, получается, диспетчер задач. Быстрое действие. Включаем наше FullHD видео. То есть, куда нам наследить жесткий диск? На месте, где он и стоял? Либо его по красоте... Оперативочки примерно при просмотре FullHD видео у нас 2.7 кушается. Процессор при этом загружен около 30%. На одну треть. Изумительно. То есть, у нас даже небольшой запасец есть по производительности. А мы смотрим FullHD разрешение на YouTube. Давай посмотрим 1440p. Ну-ка, сколько сейчас загрузка процесса будет, мне интересно. О-о-о! Сразу подсоточку. 2К можно его так грубо назвать будет. Под 80% уже процентов. Но! Смотри, мы смотрим. Мы смотрим. Причем, ну... В районе... Полстинника, что ли? Ничего себе, мы что в 2К смотрим, что ли? Да, давай 4К. Была не была. У нас последнее видео в 4К вышло. Благодаря нашему замечательному оператору. Это момент очень важный. Потому что если вдруг у вас... О-о-о! Все, мы в сотню. И все, и пошли 2К. И пошли... Но! В принципе... Не, ну да, конечно, 4К нужно не вытягивать. Тем не менее, 2К FullHD без проблем справляется. Поэтому данная модель ноутбука с SSD на Core 5 процессоре до сих пор вполне себе адекватна. Так, возвращаясь. Давай, что мы можем сделать? У нас же есть дискретка. У нас есть дискретка 5470 на 512 мегабайт. Кстати, индекс производительности в семерке для кого интересно. Я настал лицензионную семерку родную человека. Процессор 6,7 мм дает память. 5,9, 4 гигабайта оперативной памяти. Графика 5,0 и 6,3. Это оригинальный драйвер на наш Radeon. То есть, у нас он отражается не как серия. Максимально корректно в диспетчере задаст как HD5470. Здорово, круто, замечательно. Есть бенчмарк у нас танков. Просто для наглядности посмотреть, а возможно ли на этом аппарате будет поиграть какие-нибудь мини-малочки. Вот, в какие-нибудь игры танкисты бы очень-очень оценили. И я подведу итог, насколько вообще назову, во-первых, цену этого апгрейда. Вот, и естественно, скажем, насколько это все было целесообразно. Красиво, гордо, нереный. Давай, врубай, врубай, врубай. Врубай, Антон! Ты видел, что творится? Ты видел, что творится? Мы весь экшен, блин, пропустили. Но ничего, у нас остается буквально 5 секунд бенчмарка. Давайте, чтобы поведнее было. Вот, и всегда сбоку как-то снимаешь. Народ не очень все видит. У нас же автофокусировка стоит. Посмотрим, что нам. Так точно, у нас набирает высокий рейтинг производительности на минимальных настройках качеств в танках. То есть, что это означает? Что мы можем без проблем на минималках погонять и в танки. И, в принципе, нас напарники по команде не заплюют. В итоге, десятилетний ноутбук. Тянет 2к видео на ютубе. Загружается. Кстати, смотри, сразу покажу один прикол. Завершаем работу. Материнская плата действительно с Китая. Вот прям китайская, по-настоящему китайская материнская плата. Потому что даже BIOS на китайском. Что очень-очень интересно. И заодно посмотрим, за сколько он включается. Вот, давай тоже последний тест мы сделаем. Вот на SATA 2 у нас. Сколько он включается? Калькулятор не замеряет же вроде, да, скорость? Ооо, у тебя может быть. Так. И сейчас там будет как-то Enter пропустим. И я нажму. Enter, Enter. Все. Пошли. Видел? Аэроглифы были на BIOS. Посмотрим. Давай. SATA 2 Windows 7. ДВ6 3000. Парапам-пам. 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 14 секунд. Меньше 15 секунд до загрузки операционной системы. Ёшки-кот. Десятилетний ноутбук. Обалденно. Подводи итог. Давайте я вам теперь расскажу про цены. Потому что это самое для всех интересное. Стоило того или не стоило. Это назовем апгрейдом. Это был не ремонт. Хотя изначально прислался на ремонт. Но пораскинув мозгами, решено было эту все-таки плату не мучить. Вот. Мало ли кому-то она еще пригодится когда-нибудь. Как-нибудь. Так вот. Новая материнская плата. Которую мы поставили вместе с Куропятым процессором. Вместе с системой охлаждения. Новая естественно. Вышла человеку. Вернее система охлаждения не новая была. Вышла человеку 4900 по денежке. Дорого да это или мало. Сейчас будем прикидывать. Работа. Вся вот эта по перекидке. То что она делала. Полторы тысячи рублей. Это сколько уже выходит? 4900 плюс полторы это... 6400. 6400. 6400. SSD на 120 на 240 гигабайт. Сколько вышло? А сколько ты стоимость не сказал? 2200. А ну 6400. 8600. 8600. И салазка. Потому что у нас салазка еще была под 500 рублевая салазочка под дисковод. Это у нас 900. За 900 что мы получили? Полностью по факту другой ноутбук. Другая видеокарта. Другой процессор. SSD диск вместо жесткого. То есть у нас получился 200 жесткий, 200 дополнительный. В сумме по факту это новый ноутбук в старом корпусе. За 900 тысяч рублей. Кура 5 240 SSD. Целесообразно это или нет? Я скажу да. Это на грани целесообразности. В принципе за 9000 рублей. Чтобы у тебя была SSD 240. Кура 5 процессор. И ты жил спокойно. И был уверен что все будет у тебя нормально. Это в принципе достаточно адекватно. А если бы сделали сразу правильный ремонт? Или как-то. До этого можно было не доводить до этого? Сложно. Учитывая основу материнской платы. Все равно тут бы. Даже сам просто ремонт. Допустим северного продца бы вышел. В лучшем случае там 3-4 тысячи рублей. Плюс-минус. Как это делается. Ну то есть. Опять же мы не считываем стоимость SSD. Вот все остальное. Человеку так. Настройку в комплекте. В подарочек. Все вышло. Поэтому 900 друзья. Много или мало. Пишите в комментариях. В принципе если человек понял. Что для него это ценник устраивает. И оживить этого старичка. В принципе в металлическом корпусе. Имел смысл. Тем более мы его не оживили. А прокачали. Своего рода апгрейд. Как-то так. Я думаю кому-то было полезно и интересно. Если вдруг у кого-то на такой же основе. ДВ6 3000 серии. Вполне можно сделать из него Core i5 процессор. Чтобы он еще пошел. То есть можно было на SSD экономить. Безусловно. Не обязательно было составлять новый SSD на 240 гигабайт. То есть 2200 можно было сэкономить. Не обязательно. Салазка. Это уже можно было до 700 было сэкономить. Но мы решили его прокачать по полной программе. Господин Николай. Вот. Из прекрасного города Нерингри. Такое название обалдеть. Нерингри. 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 Вот. Просто мне очень нравится на самом деле. Надеюсь. Мы его еще потестируем обязательно пару дней. Я его докручу. Дособеру. Убедюсь. Что корпус тоже. Все эти моментики. Ничего с ним не происходит. И пусть он отправляется. Человеку. Так сказать. На счастье. Еще поработать максимально долго. Искренне. Нерингри. Поэтому мы сделаем ему еще полный стресс-тест. Ну а видео выложим сегодня. Чтобы вам было интересно посмотреть. Но заодно отправим Николай тебе. Надеюсь. Ты работой в конечном итоге останешься очень доволен. Спасибо что посмотрели это видео. Надеюсь хоть что-то полезного вы для себя вынесли. С вами была маленькая компьютерная мастерская. В городе Белгороде. Увидимся с вами в будущем. Надеюсь что завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok